Приветствую вас, и поскольку вы сами написали все очень достаточно, все-таки это говорит о том, что уровень самопознания у вас достаточно большой, достаточно сильный. Теперь осталось только понять, что, собственно говоря, делать. А вы написали счет, что ваш мужчина, муж давал вам опору, комфорт, удобство, надежность и так далее. Вы это не оценили. В первую очередь вы не были готовы, вы пишете, что были не готовы к браку. На самом деле, по моему мнению, вы не были готовы ни к браку, вы не были готовы к тому, что мужчина будет с вами всю жизнь. Поскольку вы знаете его очень давно, с детства, можно сказать, и он у вас был только как мужчина, то на какой-то момент вы осознали, что не хотите, чтобы он был в жизни с вами. Вам не хотелось всего-то нового. Вы попробовали. Вы попробовали это что-то новое. Вы попробовали. И теперь вы поняли, что у вас не получилось добиться чего-то самостоятельно. Вы просто не обладаете соответствующими навыками, допустим, для этого. Но при этом у вас есть четкое понимание, чего вам не хватает. Не хватает вам адаптируемости, не хватает вам гибкости, возможно, и, собственно говоря, успехов. И чтобы мужа вашего вам вернуть, если, конечно, вы любите его, не ради расчета, да и ради расчета, в принципе, тоже, вам необходимо для расчета дать ему то, что дает ему его настоящая девушка, дать ему это лучше, качественнее, полнее и добавить что-то еще свое. И для этого необходимо начинать осознавать свои сильные стороны, свои способности, свои склонности, действовать в их направлении, развивать себя, чего-то добиваться, достигать, повышать уверенность в себе, потому что сейчас вы явно занижаете свою самооценку. И вот только при наличии этих действий вы сможете показать своему мужу, что вы стали лучше, что вы осознали себя, что вы поняли свои ошибки и сделали выводы. Для этого необходимо, наверное, даже не бороться с этой девушкой, потому что показывать, что вы лучше ее, это означает бросать вызов всему обществу, всему обществу вообще в целом. А это, как вы понимаете, не имеет смысла, вам нужно просто показаться своему бывшему мужу, что вы стали лучше. Лучше. Не лучше кого, а лучше. Это очень важно. Также необходимо для успешного развития отношений с ним удовлетворить свои потребности, которые вы удовлетворяли с ним, чтобы быть независимым. Мужчина видел, что вы хотите к нему вернуться не для того, чтобы вновь получать от него что-то, а именно потому, что вы хотите быть с ним. В определенном случае, сами понимаете, все это лишено смысла. Вот, наверное, в таком направлении вам инуюно двигаться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в Олечку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...